я хотел бы как бы рассмотреть аспект более духовный такой он заключается в том что когда вам плохо во время того когда вы голодаете вы должны говорить себе я ощущаю себя плохо и вот это плохое что я ощущаю это и есть мой путь стенания при преодолении моего заболевания понятно давайте еще раз допустим там начинает вам плохо вы уже не можете хочется кушать и говорите я это посвящаю борьбе со своим заболеванием там сустава чтобы он мне не болел мое стенания посвящаю этому заболеванию или я это стенания или вот эту боль или вот это страдание я его посвящаю подавлению своего заболевания таким образом вы или в случае если вы голодаете и у вас все хорошо можете говорить я посвящая эти страдания своему будущему материальному благополучию можно голодать и этот голод является страданием и такое страдание она помогает нашему физическому телу потому что наша душа обычно включает болезни в нашем теле из-за того что человек не хочет духовно расти сознание при этом может направлять нашу душу и объяснять ей потому что душа она тоже как бы прислушивается и понимает именно поэтому наши стенания и наши истязания которые связаны с нашим голодом они бессмысленны если ничего не говорить и они имеют смысл если их чему-либо посвящать допустим случае если человек бедный он может голодать посвящая свои страдания своему дальнейшему материальному благополучию если человек неженатый или холостой или там незамужняя то это можно посвящать вот такие страдания посвящать своему замужеству и так далее посвящать отдачи своего долга посвящать там еще